Утро нового дня. Программа радио. Государственной телерадиокомпании «Волга». Сегодня 9 марта. Как всегда, по четвергам с вами Наталья Юкозина. Здравствуйте! Начнем день с позитива. Не стесняйтесь, улыбнитесь веселому. Но календарь неофициальных праздников нам поможет. И нас смешит до слез и заставит задуматься. Например, сегодня Международный день домашних насекомых. К чему бы это? Вот если приснятся тараканы, то это хорошо, к деньгам. Есть и другая примета, что если увидишь паука, значит, жди письма. А в странах Скандинавии хозяйки этих самых пауков даже оберегают. И с нетерпением ждут, когда паук в углу комнаты сплетет паутину. Дело в том, что тамошние домохозяйки вместо йода и зеленки паутины лечат небольшие ранки и порезы. А еще сегодня день нестандартно мыслящих людей. Ну да, паутину нанести на ранку для нас это как раз относится к нестандартному мышлению. А еще сегодня день паники. Да, неприятная вещь. Вот бы в этот день как раз научиться не паниковать. Говорят, полезно сосчитать до десяти. Во всяком случае, еще один день, который отмечается сегодня, может нам вполне помочь это сделать. Это день выметания скверных мыслей. Вот и гоните. И скверные мысли, и панику поганой метлой вон долой. Тем более, что есть страны, где сегодня отмечают день обретения. Обретем же взвешенные мысли и хорошее настроение. Терпение и стремление к созиданию. Великая история знает тому немало примеров. Исторический хронограф Здравствуйте. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодняшний день в истории отмечен следующими событиями. В 1617 году в деревне Столбова, близ города Тихвина, заключен вечный мирный договор между Россией и Швецией. По этому договору Россией были возвращены Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога. Но Россия все равно была отрезана от Балтийского моря, поскольку за Швецией оставались Ивангород, Орешек и другие города в Прибалтике. 9 марта 1697 года отмечено как День начала Великого посольства, дипломатической миссии царя Петра I в Западную Европу. 9 марта 1891 года император Александр Третий подписал указ о строительстве Транссибирской железной дороги. 9 марта 1918 года столица Советской России перенесена из Петрограда в Москву. 9 марта 1937 года Московский телецентр на Шаболовке осуществил первую в Советском Союзе опытную передачу электронного телевидения в эфир. 9 марта 1959 года в Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка – кукла по имени Барби. В 1966 году в этот день правительство Франции заявило о выходе страны из военной организации НАТО. 9 марта 1990 года в Берлине начались переговоры об объединении Германии. Специальный репортаж С вами Наталья Кузина, я продолжаю передачу. Наша первая собеседница – Екатерина Толчина, уполномоченная по правам предпринимателей по Ульяновской области. Вместе с ней мы будем обсуждать уровень делового климата и условий, комфортных для ведения бизнеса. Важным показателем делового климата является индекс административного давления. Индекс оценивает много разных показателей, в том числе снижение репрессий со стороны контрольно-надзорных органов и долю штрафов, назначенных без проверок. Надо отметить, что Ульяновская область по минимальному административному давлению на бизнес два года подряд становилась лидером общероссийского рейтинга. О моратории, объявленной на проверке бизнеса, ульяновские предприниматели назвали самой эффективной мерой поддержки со стороны государства. Екатерина Толчина подчеркнула важность правовой защищенности бизнеса от незаконных проверок. О необходимости перехода от контрольных проверок, которые часто оборачиваются для бизнеса огромными штрафами, к профилактическим визитам и предупреждениям. Благодаря введенному мораторию за два года значительно снизилось число проверок, и у предпринимателей после экономических потрясений появилась возможность направить свои силы на восстановление производственных процессов. И тем не менее проблемы есть. В начале интервью несколько важных цифр. Всего в Леновской области зарегистрировано 42 693 субъекта малого и среднего бизнеса. Вновь создано 8 005 субъектов. 39 167 человек сегодня заняты в сфере бизнеса. Мы продолжаем вести работу по повышению правовой защищенности бизнеса от незаконных действий со стороны контрольно-надзорных органов. И во время действия моратория на проверке в 2022 году в регионе плановым проверкам были подвергнуты 923 субъекта предпринимательской деятельности. В неплановом – 1430. 281 раз контрольно-надзорные органы, которым согласование такой проверки необходимо в силу закона, запрашивали у органов прокуратуры возможность проведения внеплановых проверок. Из них 196 запросов отклонено более чем на треть. Расскажите про индекс административного давления. Мы продолжаем работу по индексу административного давления, которое администрируется уполномоченным при президенте Российской Федерации Титовым. Ежегодно представляется доклад президенту Российской Федерации о состоянии золовой среды. В том числе пятый год рассчитывается аппаратом бизнес-омбудсмена этот индекс. Индекс оценивает снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности, а также эффективность внедрения рискоориентированного подхода. Каждый год федеральным центром разрабатываются новые подходы в работе с региональным индексом в зависимости от созданной экономической ситуации. Место региона в индексе административного давления определяется на основу рассчитанных показателей. Доля предупреждений в общем количестве наказаний, доля организации индивидуальных предпринимателей, которые подвергнуты контролю надзору, и доля профилактических мероприятий. А ведь в этом году показатели поменялись. В этом году подходы существенным образом поменялись, потому что показатели рассчитываются по отношению ко всем контрольно-надзорным мероприятиям, а не по отношению к проведенным проверкам. То есть в индексе будут учитываться все мероприятия. Это и контрольная закупка, и мониторинговая закупка, и выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, и все перечисленные в законе о госконтроле проверки в отношении бизнеса. Что еще предполагает новая форма сбора данных? Также новая форма сбора данных предполагает учет всех поднадзорных объектов, в том числе поднадзорных объектов категории чрезвычайно высокого риска. В прошлом году этого не было. В качестве профилактических мероприятий будут использоваться только профилактические визиты и предостережения, то есть данные, которые можно верифицировать через единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. А для расчета показателей будут использоваться преимущественно данные по индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, за исключением государственных и муниципальных предприятий. Также вводится новый показатель по цифровизации, то есть это обязательное условие для контрольно-надзорных органов. Что касается профилактики. Основная задача закона о госконтроле, который вступил в силу в 2021 году, сместить акцент с проведения проверок на профилактику нарушений, дать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым больше гарантий при взаимодействии с контролирующими органами. Закон о госконтроле закрепляет именно приоритет профилактических мероприятий по отношению к контрольным органам. Многие надзорные ведомства перешли к профилактическим мероприятиям, а налоговые службы в их числе… Приоритет профилактических мероприятий, к сожалению, не распространяется на налоговые органы. В течение последнего времени мы наблюдаем усиление административного давления государства в налоговой сфере. Усложнению подвигаются все составные части, все элементы, все стадии данной деятельности. И стадии исчисления налогов, и стадии их уплаты, и налоговый контроль. Контрольная работа налогов в органах особенно усилилась. Она несет в себе, конечно, важную функцию, важное послание государству бизнесу, которое заключается в неотвратимости ответственности за неуплату налогов. Однако такому жесткому администрированию должны соответствовать реализуемые принципы открытости и прозрачности налоговой системы. Ведь последние 5-10 лет налоговые органы существенным образом продвинулись в этом направлении. Их деятельность начали появляться отдельные элементы предупреждения налоговых правонарушений. Вместе с тем эффективной такую работу налоговый орган назвать преждевременно. У нас есть ряд представлений стороны органов прокуратуры в отношении должностных лиц налоговых органов, которые допускали существенное нарушение прав предпринимателей. Что Вы предлагаете налоговой службе? Приведите пример. Налоговые органы могли больше бы уделять внимание разъяснению на стадии формирования правонарушений. Приведу единственный пример. Налогоплательщику была доначислена значительная недоимка за налоговые периоды 2018-2020 года, а в ходе анализа решения налогового органа было установлено, что все доначисления связаны с включением в расходы по налогу на прибыль организации, вычеты по индекс счетов фактур от фирм «Отнодневок». Одни и те же компании фигурировали в налоговых период с 2018 года. И все они имели признаки недобросовестности уже в 2018 году. А что показал опрос этого налогоплательщика? Опрос налогоплательщика показал, что в 2018-2020 году налоговым органам не было предпринято никаких мер к разъяснению позиции государства, а также ущербности такого поведения. И только в 2021 году налогоплательщика вызвали на комиссию по регулированию задолженности, на которую ему поставили требования об оплате налогов. Подобную работу назвать предупреждением, конечно, нельзя. Такие примеры не являются единичными. Вы говорите о неясности позиции государства и по другим контрольным проверкам? Неясность позиции государства проявляется и в других сторонах контрольной работы. Стоит упомянуть, так до конца не сформировавшийся стандарт добросовестности при выборе контрагента, непредставление полной информации о ходе проверки в связи с тем, что она составляет налоговую тайну и прочее. Ваши предложения? Необходимо на региональном уровне поддержать бизнес в этой части и выйти с инициативой на уровень председателя правительства нашей страны о необходимости совершенствования работы налоговых органов в части предупреждения налоговых правонарушений. Екатерина Толчина, уполномоченная по правам предпринимателей по Ульяновской области, подчеркнула важность правовой защищенности бизнеса от незаконных проверок, о необходимости перехода от контрольных проверок, которые часто оборачиваются для бизнеса огромными штрафами, к профилактическим визитам и предупреждениям. Пока аппарат уполномоченного выдвигает претензии в адрес налоговой службы с пожеланием уделять больше внимания разъяснениям на стадии формирования нарушений. Впереди нас ждет событие, которое касается всех радиослушателей. Ведь областному радио, радио России «Ульяновск» совсем скоро, 15 марта, исполняется 80 лет. Наше радио – ровесник Ульяновской области. Оно тоже было создано в далеком 1943 году. Область в январе, радио в марте. Этому юбилею мы посвящаем наше культурное обозрение. Ведь областное радио каждый день рассказывает о событиях, которые происходят на территории Ульяновской области вот уже на протяжении 80 лет. А культура – это всегда красиво и празднично. Культурное обозрение Ульяновская область, которая недавно отметила 80 лет со дня своего создания, это регион с яркими культурными традициями. Здесь родились 12 литературных апостолов, чьи имена хорошо известны в России и за рубежом. Это Иван Гончаров, Николай Карамзин, Сергей Аксаков, Дмитрий Минаев и другие. Ульяновск – родина больших международных фестивалей. Это музыкальный фестиваль «Мир, эпоха, имена», театральный фестиваль «Лицидеи», кинофестиваль для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой от всей души. Да, рядом с фестивалями, которые можно считать корифеями культурной жизни, появляются новые проекты, авторами которых являются молодые. У нас ведь даже есть молодежное министерство культуры. В прошлом году под его крылом начал работать проект «Молодежная филармония». В городе работают несколько профессиональных оркестров. Там играют молодые музыканты. А если сосчитать все музыкальные школы и детские школы искусств, где тоже педагогами работают молодые музыканты, то получается внушительное количество молодежи, занятой в сфере культуры. Она кипит идеями, бурлит амбициями. Поэтому организаторы «Молодежной филармонии» в первую очередь взяли на себя организаторскую миссию обеспечить всех желающих молодых музыкантов площадками для выступлений. Например, в модельных библиотеках. Многие из них после капитального ремонта неузнаваемо преобразились. Расскажет Степан Гордеев, один из авторов проекта «Молодежная филармония». Степан, кем вы работаете? Работаю я помимо школы музыкальной «Дыши Варлама» еще в музее младшим научным сотрудником, в музее Гончарова. Заканчивал я наше музыкальное училище имени Шадрины по классу баян, а сейчас в Ульяновском государственном университете на кафедре факультет культуры и искусства. Заканчиваю хоровое дирижирование. Школа Варламова. Про это расскажите поподробнее. У нас школа вообще получается первая джазовая в городе, и было дано ей имени именно Варламова, долго думали как назвать, и на нашей базе есть первая эстрадная школа содружества, которой руководит наш директор Павел Владимирович Гриш. Вот так это и было создано. А это к чему-то вас обязывает? Репертуар какой-то у вас соответственный? Мы также играем джаз, у нас баянисты играют, аккордеонисты, есть отдельное отделение джазовое, фестиваль проходит на базе парка семьи Ульяновых, джазовая весна, тоже наши школы придуманы. А вы сами на баяне что-то исполняете из произведения Варламова? Вот из произведения Варламова не доводилось. В основном это классика, и если такое джазовое, то это был Юрий Шахнов, аккордеонист «Карусель». У меня было классическое образование. Теперь расскажите нам о замечательном проекте, который называется «Молодежная филармония». Ульяновская молодежная филармония зародилась в том году, то есть собрались инициативные люди, и мы стали думать, как это сделать. Ведь у нас нет такой площадки, где могут выступать абсолютно все. У нас есть филармония классическая, где оркестры, а по сути дети, студенты училища, колледжа остались без какой-то площадки. И вот мы решили, как организаторы, создать проект «Молодежная филармония», который объединит музыкантов. Мы им предоставляем площадки и делаем концерт. Планы, конечно, грандиозны. Это создать молодежный оркестр. Было проведено 4 концерта в том году. Было торжественное открытие. Самый интересный концерт этого сезона – это будет апрель и июнь закрытие сезона. Если в апреле это будет пасхальный концерт, мы хотим задействовать нашу симбирскую епархию, чтобы они нам очень помогли организовать большой хоровой концерт. И мы думаем, это у нас получится. А в июне мы решили нестандартно закрыть сезон. Если открытие было классическое, что-то академическое, то здесь провести джимсейшн. Это сессия, когда музыканты собираются, на сцене находятся разные инструменты, выходит любой желающий и начинает импровизировать. Такой концерт-импровизация. Неформальная обстановка. А еще в марте уже прошел красивый концерт к женскому дню. В апреле пройдет грандиозный пасхальный концерт. В планах активистов молодежной филармонии создание молодежного оркестра. Мы продолжаем наше культурное обозрение навстречу юбилею областного радио. Для архивной службы Ульяновской области началась горячая пора. Здесь готовится к проведению в марте большого фестиваля архивный хронограф, который продлится несколько дней и завершится акцией «Ночь в архиве». Во время этого фестиваля можно понаблюдать за работой архивного оборудования, стать участником реставрации документов и книг или посетить экскурсии по архиво-хранилищу. В этом году в архивном хронографе впервые примут участие волонтеры культуры из Доброго центра. Такой центр в Ульяновске открылся первым в стране. Каждый такой фестиваль и похож на предыдущий, и непременно есть что-то новое. Архивисты всегда в поиске и умеют удивить публику, доставая из небытия уникальные документы, например, метрические книги с записями известных людей Ульяновской земли. Как на этот раз, например, новая информация о прославленном лётчике, дважды Героя Советского Союза Иване Полбине, или о том, что в Меликесе в 1914 году родился сын легендарного Василия Чапаева, Аркадий. Эти подробности мы выяснили у главного архивиста Ульяновской области Ирины Курсановой. С 10 по 17 марта пройдёт 5-й региональный фестиваль «Архивный хронограф», посвящённый 80-летию образования Ульяновской области. Мероприятия пройдут как в архивах Ульяновска, так и во всех муниципальных архивах области. В течение недели состоятся презентации вновь поступивших личных фондов. Состоится творческая встреча с фондодержателем, ульянским композитором, педагогом, членом Союза композиторов России Антоном Никоновым, пройдут Дни открытых дверей, будут представлены новые выставочные проекты. Например, все участники фестиваля 6 плюс и до 80 лет могут посетить выставку «Ульяновская область, сделанная в СССР». В рамках проекта «Архивы школам, архивы вузам» в общеобразовательных учреждениях города и области пройдут единые исторические часы. Ключевым событием фестиваля станет межрегиональная историко-архивная конференция «История регионов памяти поколений», в которой примут участие федеральные архивы и архивы Приволжского федерального округа. Традиционно 17 марта пройдет всеми любимая ночь в архиве. Будет много интересного. Это выставки по истории Симбирского ульяновского края, мастер-класс по реставрации, можно будет совершить экскурсию в архивы хранилища. В течение вечера будет работать огромная творческая площадка «Архив мастерская будущих талантов», где учащиеся школы искусств проведут мастер-класс по ИЗО, а студенты колледжа культуры и искусства проведут для всех желающих мастер-класс «Цветы для конфетного букета». Также для детей будут представлены интерактивные игры по истории региона. То есть очень много приготовлено интересного. Всех ждем к нам в гости. Всем рады. Фестиваль «Архивный хронограф» откроется в начале марта. Главной темой станет 80-летие образования Ульяновской области. Этот юбилей мы отметили 19 января. Культурное обозрение продолжается. «Искусство здесь, сегодня и прямо сейчас» – это девиз Ульяновского молодежного центра современного искусства. Сам центр разместился в исторической части города Ульяновска в доме купца Мельникова XIX века постройки. Это в самом центре города. Причем в старинном здании, чья атмосфера вполне соответствует внутреннему состоянию и молодых художников, и гостей молодежного центра. Здесь уютно и тепло. И тем, кто пришел на выставку, даже предложат чай или кофе. В центре современного искусства проходят образовательные программы по живописи и фотоискусству. Есть деловая и культурная программы, лекции, мастер-классы, любимый формат, бесшумные вечеринки и спектакли. За это отвечает музыкальная и театральная лаборатория. В копилке центра более 500 разных мероприятий. Это место так и притягивает творческую молодежь. Руководитель Молодежного центра современного искусства Виктор Жалеев рассказывает, чем же располагает центр. Молодежный центр современного искусства в первую очередь несет просветительскую миссию для Ульяновска. В Ульяновске нет художественных вузов и в целом художественного образования. И поэтому эту функцию мы берем на себя. В центре проходит очень много лекций, ридинг-групп, образовательных интенсивов в сфере искусства, менеджмента, кураторства. И фактически мы являемся таким научно-методическим центром, который аккумулирует вокруг себя знания по искусству. У нас два выставочных зала. И там происходят выставки как молодых художников из Ульяновска, так и привозные истории, которые мы привозим на наши крупные проекты, такие как резиденция креативных индустрий, резиденция современного искусства, мельница, ассамблея пластовской осени. Это наши привозные истории. И в центре функционирует библиотека теории и практики современного искусства. И в этой библиотеке тоже проходят выставочные проекты. Но библиотека работает больше как третье место и многофункциональное пространство, в котором может что-то происходить. Здесь есть возможность как сделать выставки, так просто посидеть, поработать, если вы не очень любите кофейни или вам нужен место под коворкинг, либо вы занимаетесь теорией искусства, вам нужно взять какую-то книгу, вы можете остаться у нас и почитать эту книгу, если найдете ее в нашей библиотеке. У нас работают на данный момент два резидента. Это мастерская-магазин винтажной одежды Полина Симпофеткин. Девушка-историк мода. Она занимается подбором винтажной одежды, ее модернизацией и реставрацией. Проводит модные показы в нашем центре. И также она проводит лекции и курс по истории моды. Второй наш резидент – это школа рисования просто. Они обучают рисование от нуля до бесконечности. Если вы никогда не рисовали или боитесь рисовать, или просто хотите научиться, вы можете прийти в школу рисования просто, получить все доступные материалы и начать работать и стать, условно говоря, художником. Сейчас в Молодежном центре современного искусства проходят две выставки – «Ульяновский сам издат» и «Девичий альбом о культуре русского девичества». Радио России. Ульяновск. Спорт. Легкая атлетика. Ульяновская спортсменка Софья Провоторова заняла второе место на всероссийских соревнованиях в беге на 200 метров. Ее результат – 23,50 секунд. До победы не хватило – 0,34 секунды. Легкая атлетика в помещении. На чемпионате России по легкой атлетике в помещении ульяновские спортсмены завоевали бронзу. Финальный забег заставил поволноваться всех зрителей. В эстафете 4 на 400. Наша команда сразу взяла уверенный старт и вырвалась вперед. Однако сохранить преимущество на долгой дистанции не удалось. В итоге третье место. Поздравляем Никиту Егорова, Андрея Галацкого, Олега Никитина и Артема Федотова с бронзой. Юбилей. Да какой! В начале недели, сто лет, со дня рождения отметила Мария Александровна Пьянкова, ветеран Великой Отечественной войны, старший лейтенант медицинской службы, вдова одного из основателей классической борьбы в Ульяновской области Никиты Викторовича Пьянкова. Со столетним юбилеем Марию Пьянкову поздравил коллектив школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе имени Анатолия Винника. Поздравляем и мы всем дружным коллективом наших радиослушателей. ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! У нас сегодня очень интересное слово СКУРПУЛЁЗНЫЙ Нет, ничего стыдного в том, что вас, возможно, не смутило слово СКУРПУЛЁЗНЫЙ. Это очень распространенная ошибка. В одном только гугле по этому слову 17 тысяч запросов. ШОК На самом деле прилагательное со значением дотошный, въедливый до мелочей пишется и произносится совсем не так, как многие из нас привыкли. Правильно, СКУРПУЛЁЗНЫЙ, а не СКУРПУЛЁЗНЫЙ. Это очередной привет от создателей ДРУШЛАКА и ПОДСКОЛЬЗНУТЬСЯ. Конечно, правильно, ДУРШЛАК и ПОСКОЛЬЗНУТЬСЯ, без Д. Прилагательное СКУРПУЛЁЗНЫЙ, то есть точный до мелочей, пришло в русский язык из французского, куда, в свою очередь, попало из латыни. В Древнем Риме понятие СКУРПУЛ обозначало меру веса около 1,2 грамма. Примерно столько весило одно зернышко пшеницы. Эту меру применяли ювелиры и аптекари, которым требовалась максимальная точность. Буквальный же перевод слова ОСТРЫЙ КАМЕШЕК. Этимология, безусловно, интересная, но как все же запомнить правильное написание слова СКУРПУЛЁЗНЫЙ? Некоторые лингвисты советуют представить то самое пшеничное зернышко, как часть крупы, и именно корнем круп проверять написание. Запоминаем. С и крупа. СКУРПУЛЁЗНЫЙ! Наступили долгожданные дни для посева семян на рассаду. И совсем скоро на подоконниках у садоводов заколосится рассада помидоров, перцев, баклажанов. Все зависит от наличия и вместимости подоконников. Сегодня мы расскажем о подкормке для крепкой и сильной рассады перца. Используйте подкормки, если хотите, чтобы ваша рассада перца не вытянулась, стала коренастой, сильной и перспективной. Первый раз подкормите перчики еще до пикировки. На этом этапе им нужно много азота, для наращивания кустика и фосфора, для активного роста корней. Сделайте подкормку, смешав в 5 литрах воды 3 грамма аммиачной селитры и 12 граммов суперфосфата. Этой подкормкой полейте растения, когда на них будет 2-4 листочка. Вторую подкормку сделайте спустя 7 дней после пикировки перцев. В это время они будут больше всего нуждаться в фосфоре и калии. Для подкормки растворите в 5 литрах воды 2 грамма аммиачной селитры, 10 граммов сульфата калия и 20 граммов суперфосфата. Третий раз подкормите рассаду перцев перед пересадкой на грядке. Вооружитесь для этой цели калием. Используйте зольную настойку, где на 5 литров воды нужна древесная зола, которая уместится в полулитровую банку. Всем успехов! Программу «Утро нового дня» для вас провела Наталья Якузина. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. В этот день появились на свет джазовый саксофонист, композитор Трубач Орнет Колман, композитор, режиссер Анатолий Кремер, композитор-музыкант Нойз Эмси, настоящее имя Иван Алексеев, вокалист, гитарист, композитор, солист группы Мегаполис Олег Нестеров. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и край я нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне уж 30 лет. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1755 году в Санкт-Петербурге дана первая в нашей стране опера на русском языке «Цефал» и «Прокрис». В ее основу легло либретто поэта, драматурга и литературного критика Александра Сумарокова. В 1844 году в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди «Эрнани». В 1860 году в Санкт-Петербурге В 1861 году состоялась премьера оперы Ференса Эркеля «Банк-банк». В 1877 году в Москве прошла премьера симфонической увертюры Петра Щековского Франческо Доримени. В 1951 году начались первые европейские гастроли певца-гитариста «Биг Билла Брунзи». Это были первые гастроли Блюзмана в Европе. Брунзи оказался первопроходцем и многое сделал, чтобы открыть коллегам по цеху дорогу в страны, где к их искусству и относились серьезно, и платили хорошо. В 1964 году Битлз отсняли последний день в поездке для своего фильма «A Hard Day's Night». За шесть дней путешествия музыканты преодолели более двух с половиной тысяч миль по железной дороге. В 1997 году британский проект «Спас Геолз» занял первое место в Англии с одноименным альбомом. «Спас Геолз» В 2002 году гостями прямого эфира одной из радиостанций Лондона стала молодая российско-белорусская рок-группа «Би-2». Во время эфира они исполнили несколько песен. Среди них хит начала двухтысячных «Варвара». «Спас Геолз» Ушла от меня и в ночь теперь слёсно Мне просто обидны шаги, одиночество слышу. И страшно подумать, и вряд ли я жизнь доживу. Варвара! 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 Варвара!